Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 786. События дня. Эпиграф. Евангелие от Матфея, 24 глава, 4 стих. Иисус сказал им в ответ, берегитесь, чтобы кто не прерстил вас. 7.02.2018 год. Яна Пьянкина. Игнатий Тихонович, вот стих ваш о терпении. Знаю вашу жизнь, что вы действительно много претерпели за проповедь Слова Божия. Но тем и удивительнее ваша жизнь, из которой вы выносите столько радости и блага для себя и ближних. Там, где у иного руки опустятся и огонь внутри угаснет, вы же найдете и извлечете столько полезного и доброго, что диву даешься. И малым не пренебрегаете, чему и нам тоже нужно учиться. Вот и учителя еще, слава богу, есть. Слушаю сейчас книгу «О тьмы к свету», начитанную вами. Там тоже много терпений. Хотела автора этой книги найти, но нашла с таким названием только книгу Фредерика Фаррара. С, наверное, именным названием. Видимо. Подскажите автору о книге, которую начитывали вы, Игнатий Лапкин. Это много книг выборочно из Толстого и иных, и из Паломника. Игла. Это чьи-то молитвы выходит так. Я одному тут пишу, это уже все. Та тема окончилась, теперь дальше. Это чьи-то молитвы выходит так. Дошли до Содержителя. И Бог-Тайноведец, знающий все о нас наперед, позволяет путем пробы, даже неоднократных ошибок, вывести нас на ту единственную дорогу, которая одна только ведет к истинной вечной жизни, воскресшему Господу и Богу нашему Иисусу Христу, а не на кладбище, не к смерти и не к склепу пустому в Гефсиманском саду. 2 Коринфянам 5.16 Потому отныне мы никого не знаем по плоти, если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем. Так вот, Виталий Калейников подошел к этому своему труду, который будет ему не в укор, да благословить его Бог за его усердие. Такое слово. Его за такое усердие. Не пропускай слова. Так, это я как раз Виталию говорю, он сделал ролик, вот на стихотворение, которое о терпении. Вчера слушаю, по голосу ни Володя, ни ты его не узнали. А когда я сказал, вы долго жили вместе, а, Володя тогда догадался. Он довольно хорошо просчитал. Случается, что от нас люди уезжали и не совсем по-мирному. Виталий один из таковых. Но разошлись все же, мы с ним мирно. И он ни разу и нигде не посягнул на разрушение махонького переходного мостика, чтобы столкнуть его осуждением нашего совместного некогда пребывания. Он ни разу, нигде за это время против не восстал. Нигде. Ну, а такие вот, он еще здесь и начинает подыскиваться все. И главное, от которой подыскивается, как вот сейчас у нас потерявки, Роман Малыш-то. А у нас был такой Волков Вячеслав. Вот та же самая история. У него осталось только то, что он был, и что говорит против. Все на этом закончилось. Ничего нету больше. Вот он сейчас вспоминает, был, как он обольщался, он думал. Ничего это не было у него ни того и ни другого. Так просто поднять петво, это все и выискивать там по книгам. Но образования-то никакого нет. У строчки, говорится, правильно не просчитает и подыскивается. Что-то не так, там филиоху. Да какое тебе дело за филиоху-то? Ты о своей душе-то подумай. Куда ее загнал, в какой тупик? И при том возврата нет никакого. Еще ни один не возвращался. Это перешли какую-то грань, как будто похулили Духа Святого. Ни одного возвращенного нету. И вот Виталий, ну, было так, что его просто поставил условие, сегодня должен выехать отсюда. Там у нас ролики были, поставлены об этом. И он уехал, и везде у него добрые воспоминания, самые добрые. И вдруг берет это стихотворение, я его сейчас постараюсь найти от терпения. Ну, я не знаю даже, я бы убрал с экрана-то. Нету здесь вот стихи. Ну-ка еще терпения. Надо найти где оно терпение. Есть, нет? Вот это, да? Наверное. Я сейчас сделаю его. Ну-ка посмотри. Ну-ка, прочитаю слух. Лука 21, 19. Терпением вашим спасайте души ваши. Иаков 1, 3. Знаю, что испытание вашей веры производит терпение. Я послал всем по одному. По одному. И на него послал. Терпением вашим спасайте ваши души. Спасайте терпеливо, смирив дрожание рук. Печаль мирская смерть, сгибая кости, сушит. Обрезав крылья веры, смертельный сузит круг. Я это стихотворение не называю. Проповеди в стихах. Вы вздумайтесь, что здесь сказано. Все мысли сфокусируют от долазерного блеска до безысходной точки. Все, мне не пережить. Считай, пропал карась. Натянутая леска не оборвется. Нет, терпением дорожи. Два снайпера в войну постерегают срок. Кто первым обнаружит движением себя. В войну подводной лодки до ночи перископ. Скрывался. Терпеливо без воздуха сидят. А снайпера самый продуктивный. Больше всех убило. Я был в Одессе. И там видел Павличенко. Она убила 300. 300 человек. Одна. 300 человек. Но оказывается, чемпион за все времена был Француз. Финн. Вот финскую компанию. Он убил советских солдат-офицеров 700 человек. Вот вообразите. 700. И кто он такой? Рост метр пятьдесят два был всего. Он даже дышать старался. Снега в роду взять. Чтоб только пар не шел. Вот удивительное дело. Не могли никак. Белая смерть. И до самой глубокой старости дожил. Но на то война есть война. Его никак не могли найти. Откуда он стреляет? Вот так. И снайперов собрали. Самых лучших там против него. И так и не нашли. Он всех снайперов переколотил. И все. Вот так. В войну подводной лодки. Ну кто там? Маринеску. Это уже главный Александр. Самая большая потеря была. Когда тут выпуск. Там сколько? Тысячи, наверное, четыре было. Кого? Четыре этих. Военных только. Ну, количество людей погибло просто неисчислимо. Говорят, лишний враг был причисленным врагом Гитлера. Бог его знает. Вот так. Сидели и всплылили. Только когда уже все почти задавлены без воздуха. Но один все-таки успел поднять лодку. Какое горе смерть тому, кто поспешит. Кто миллиардам клеток не даст приказа ждать. Не дать приказа. Твоя точка. Ждать. Ждать. Ты резко меняй интонацию. Снова начинай. На, Тихоныч. Ну, давайте я прочитаю просто один раз. И все. Вот прототопа вакуум. В цепях седает вши. Но в сырости в земле хранит их благодать. В Японии терпение возводят добрый культ. Зовут Канзё. Источник геройства и труда. Всем строим жизни всей Канзё. День-ночь куют. Да, терпеливые выше пленивших города. С терпением ждут калеки движения воды. Лишь первый, кто спускался, воды касался сам. Здоровым возвращался из тысячи один. Терпение оценилось уже не по словам. Так царский сын, наследник, хотя с рождения сын. Терпение Соломоновым продляет жизнь отца. О том во всей вселенной священные псалмы. Терпение, что рождает, пером не описать. Не терпелив Саул. Мазжат все десять пальцев. И жертву. Нет. Себя и корень свой сожег. Учения святых для памяти остались. Горшечник знает выдержку. И как обжечь горшок. Терпи, сынок, терпи. Над раненым солдатом склонилась медсестра спасительным крестом. Терпение, генерал, кладет хирург за платы. Терпению за святое установи престол. Не год апостол Павел, четыре с половиной. Лишен свободы, ждет, идет этапом в Рим. Так если так случается, по-божьему с невинным. Что нам сказать? Христос за все благодарим. 27.08.86 год. Игнатий Лапкин. Тюрьма. Барнаул. Еремея 15.15. О, Господи, Ты знаешь все. Вспомни обо мне и посети меня. И отомсти за меня гонителям моим. Не погуби меня по долготерпению Твоему. Ты знаешь, что ради Тебя несу я поругание. Понимаете, как это же, ну, не я его коснулся, а Господь через него коснулся. Через это стихотворение. Ну, простое стихотворение. Сейчас мы досчитаем, да, это. И вот Виталий решил это стихотворение для себя, вот, о терпении. Вот, посмотри, как он его сделал. Никто не догадался даже. Включи. Подожди-ка, сейчас я сначала сделаю. Приветствую, друзья. Сегодня я зашел в скайп и увидел вчерашнее сообщение от Игнатия Тихонича Лапкина. Он прислал свое стихотворение о терпении. Оно мне очень понравилось, и я решил его, я попробую ее продекларировать. Судите строго. Лука, 21 глава, 19 стих. Терпением вашим спасайте души ваши. Иаков, 1 глава, 3 стих. Зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпением вашим спасайте ваши души. Спасайте терпеливо, смирив дрожание рук. Печаль мирская смерть, сгибая кости сушит. Обрезав крылья веры, в смертельный сузит круг. Все мысли сфокусируют до лазерного блеска, до безысходной точки. Все мне не пережить. Считай, пропал карась. Натянутая леска не оборвется, нет. Терпением дорожи. Два снайпера в войну подстерегают срок. Кто первым обнаружит движением себя? В войну подводной лодки до ночи перископ скрывался. Терпеливо, без воздуха сидят. Какое горе! Смерть тому, кто поспешит, кто миллиардам клеток не даст приказа ждать. Вот протопопа вакуум в цепях съедает вши, но в сырости в земле хранит их благодать. В Японии терпение возводят в добрый культ. Зовут Канзё, источник геройства и труда. Всем строем, жизнью всей Канзё день-ночь куют. Да, терпеливый выше пленивших города. С терпением ждут калеки движения воды. Лишь первый, кто спускался в воды, касался сам. Здоровым возвращался из тысячи один. Терпение оценилось уже не по словам. Так царский сын, наследник, хотя с рождения сын, в терпении Соломоновым продляет жизнь отца, а то во всей вселенной священные псалмы. Терпение, что рождает, пером не описать. Не терпелив Солу, мозжат все десять пальцев и жертву. Нет, себя и корень свой сожёг. Учения святых для памяти остались. Горшечник знает выдержку и как обжечь горшок. Терпи, сынок, терпи. Над раненым солдатом склонилась медсестра с спасительным крестом. Терпение, генерал, кладёт хирург за платы. Терпенью за святое установи престол. Не год апостол Павел четыре с половиной лишён свободы ждёт, идёт этапом в Рим. Так если так случается по-божьему с невинным, что нам сказать? Христос за всё благодарим. 27 августа 1986 года. Игла, Игнатий Лапкин. Тюрьма, Барнаул. О скриптум. Иеремия, пятнадцатая глава, пятнадцатый стих. О, Господи, Ты знаешь всё. Вспомни обо мне и посети меня, и отомсти за меня гонителям моим. Не погуби меня по долготерпению Твоему. Ты знаешь, что ради Тебя несу я руганье. Ну, удивил Виталий тебя? Он проник в самое стихотворение, в выражение какое. Он видит, что прямо близко ему подошло где-то. Вот так надо себя пытать. Если бы я этого услышал, просто услышал где-то, я бы тоже так же не догадался, что это Виталий. Какой он был здесь. Значит, идёт работа какая-то в нём. Я ему сказал дальше, вот всё здесь понятно, ну, давай дальше посмотрим. Он не разрушил этот маханький переходной мостик. Между нами отношение было. Пускай. И Виталий избрал этот единственно верный путь для мира и любви. Благодарю, брат, за эту композицию. И если будет ещё желание, то по своему усмотрению и сердцу можешь брать мои проповеди в стихах и назовём их даже стихами, то какие тебе понравятся, то можешь и на них сделать подобное рассмотрение. Бог тебе в помощь. Стихов таких по 9 куплетов, то есть по 36 строчек, 3467. А фотографий в моём мире 21 тысяча. Можешь стихи сам выбирать. Ну, и я могу помочь и выслать тебе по несколько стихов. И из них ты можешь выбирать и всё так же оформить. И все так же оформить. Мне твоя работа понравилась, ибо всё тут мне родное. Но насчитание твоё недурное, но положительное и в интонации. 4 Царств 3.15. Теперь позовите мне гуслиста. И когда гуслист играл на гуслях, тогда рука Господня коснулась Елисея. Псалом 150, стих 3. Хвалите его со звуком трубным, хвалите его на псалтирии гуслях. Виталий, ты не возражаешь, если я буду эти твои ролики к себе на наш видеоканал копировать? Я ежедневно и давно уже молюсь, чтобы Господь помог мне и дал помощников, чтобы мои сокровища почти несчётные раскупорить со складов нашего сайта. И Господь дал сразу 5 помощников, и уже образовано около 2000 новых роликов, начитанные мной в прошлые годы. Святая Библия, Святой Иоанн Златоуст, Жития Святых, Добротолюбие, Проповеди. Около 50 книг в аудио. И многое-многое уже выставляю. Ты можешь быть шестым или седьмым помощником, и на то да благословит тебя и любящий наш Бог и Его. Дальше. Игнатий Лапкин. Виталий, ты можешь на один ролик использовать два или три их моих стихотворения, и между ними пропуск секунд на 7-10. А стихи я могу тебе тут же и выставлять, и ты избирай по тематике. А фото можешь подбирать также сам и музыку спокойную, без ударных инструментов, я их не воспринимаю. Но если стихотворение о войне или такое, что нужен бой и гром пушек, то ты так любую можешь вставлять, а мы тебе будем молиться. То есть музыку любую там. Калиника Виталий. Мне дорогие ваши слова, Игнатий Тихонович, слава Христу, Игнатий Лапкин. Стихи буду почти сразу же вам высылать, а то в общем реестре вам будет труднее найти по тематике, да еще и по злободневной. То есть я вчера ему накидал уже стихотворение 20. Наталья Чумичева. Мир вам, дорогой, наш духовный отец Игнатий... Видите, отец, как определяется? Я знать не знаю. Я не священник. Но если она от этих трудов пришла к Богу, вопрос снятый. Я родила вас благовестием. А еще, вчера только двое новые пришли, а вы наш духовный отец. Да Бог с вами. Духовный отец Игнатий Тихонович, брат Владимир и брат Никита. просим вас по возможности отправить нам книги. Для Слова Божия нету с два экземпляра, первый том открытым окном два экземпляра, второй том два экземпляра, третий том один экземпляр, четвертый том два экземпляра, пятый том один экземпляр, шестой том тоже один экземпляр. Вот так. Перечисляет она до 18. Я все не понял, почему именно такой выбор, почему по два? Значит, что-то уже там есть, ито надо восполнить, а это целиком берется. Если каких-то книг уже нет, то на ваше усмотрение можно другие Большая просьба, Гнатий Тихонович На книгах для слова Божия нет уз Если можно, оставьте автограф Автограф Будем очень рады Так, Володя, пойдем когда выбирать Возьми ручку с тобой, не забудь Высылаем 23 тысячи рублей Если посчитали мы неверно, то уложитесь, пожалуйста, в эту сумму, чтобы хватило на доставку адрес Адрес, там адрес Да Дальше адрес она говорит, но я тут не стал уже говорить Так, Александр Марьясов Мир дома вашему, благодарю вас Игнатий Тихонович, все точно подмечено Вы правы, что человек, имеющий дарование Божие Это как смирение и терпение Достигает цель всей своей жизни Искренне осознавает то, что и добро, и зло В одинаковой мере могут оказать путь праведности в вере И определение себя вести в земном бытии Низкий поклон всем Спаси Христос Добрый плотник Добрый вечер, Игнатий Тихонович Мне хотелось бы высказаться о ситуации с Потеряевки Изучив, просмотрев комментарии под известными роликами Пришел к выводу, что раздувается надутый пузырь Есть небольшая, повторюсь, небольшая группа людей Боты, которые стремятся вовлечь вас в словесную перепалку Ну, не туда они попали Я никогда ни одному не отвечаю Отвечаю, ну, допустим, спрашивают Там где-то, я только ссылку сделаю Крещение, а перепалку, нет, зачем это Я возвестил В ролике столько сказано, что Читать и считать Только боты это бездушные, которые роботы Да Которые стремятся вовлечь вас в словесную перепалку Люди-боты ведут по несколько аккаунтов Два-три И пишут якобы от себя Провоцируя нас на ответные действия И самое интересное Мы сами даем повод им Так сказать, ведемся на их развод Ефесянам 6, 11, 12 и 18 Облекитесь во все оружие Божие Чтобы вам можно было стать против козней дьявольских Потому что наша брань не против крови и плоти Но против начальств, против властей Против мироправителей тьмы века сего Против духов злобы поднебесной Всякой молитвы и прошения Молитесь во всякое время духом И старайтесь о всем самым Со всяким постоянством И молением о всех святых Прошу вас понять меня правильно Видит Господь я пишу от сердца Не как по учению Так как я не могу вас учить Но мы вместе будем сильнее И больше принесем плода до Царства Небесного Первое Нужно запретить через функцию контента Иди на ютубе использовать ваше видео Ну это я не пойду на это Я как это Во-первых, зачем мне это Пусть используют Один раз да пойди да где-то Но он будет все равно брать Да нет На это я не могу пойти У меня все открыто Любой может брать Ну а как использует вас зло Ну вас зло значит ответит Я отвечаю за то что как говорит сказал А не как ты понял Это один такой мудрец был Говорил Так Врага нет Своего ничего Он ворует ваше наследие И глумится над ним Иоанна 10.10 Вор приходит только для того Чтобы украсть Убить Или погубить Я пришел для того Чтобы имели жизнь И имели с избытком Ну почему Ильи ты прочитал Когда И написано Убить и погубить Я Ильи прочитал Да Убить и погубить Я пришел для того Чтобы имели жизнь И имели с избытком Получается мы бездействуем И они пользуются вашей Добротой в кавычках У вас есть законное Земное право Запретить им это делать Пылу и страстей Сразу станет меньше А меньше это еще не означает Что пускай они выходят Пока они тут глумятся Там над моими трудами И проще В это время Они в другом месте Не участвуют Вот это хорошо Я оттягиваю на себя силы Ну три с половиной тысячи Только заблокировано Сейчас уже больше четырех тысяч Но это два полка военных Это что-то стоит Второе Не нужно назвать имена комментаторов Много чести За ними стоят бесы Коих учесть в гиене огненной Матфея 12.36 Говорю же вам Что за всякое праздное слово Которое скажут люди Дадут они ответ в день суда Исаи 54.14.17 Ты утвердишься правдой Будешь далека от угнетения Ибо тебе бояться нечего И от ужаса Ибо он не приблизится к тебе Вот будут вооружаться против тебя Но не от меня Кто бы не вооружался против тебя Падет Вот это я точно знаю уже Он падет Он будет разрушен Разметан Вот я сотворил кузнеца Который раздувает угли в огне И производит орудия для своего дела И я творю губителя для истребления Ни одно орудие сделанное против тебя Не будет успешно И всякий язык Который будет состязаться с тобой на суде Ты Обвинишь Это есть наследие рабов Господа Оправдание их от меня Говорит Господь Дело Божье ждет И время уже коротко Да прославим Господа нашего Иисуса Христа Все вместе как один 2 Паралипоменон 5.13 И были как один Трубящие и поющие Издавая один голос К восхвалению словословию Господа И когда загремел звук труб и кимвалов И музыкальных орудий И восхваляли Господа Ибо Он благ Ибо вовек милость Его Тогда дом Дом Господень Наполнил облако Несравненного дивного Бога Игнатий Лапкин Все верно говорите здесь Но я скрывать или отвечать этим ботам не буду И никогда этим не занимался Ибо в мире все надвое Одни через эти материалы Приходят ко Христу К свету истинному А жители мрака адского Они в слове Божьем Усматривают темный уголок Для своих хулиний Да будет во всем воля Божия Игнатий Лапкин По оглавлению нашей книги Для слова Божия нет уз Здесь найдете нужное для себя По деревне Где синим заголовок Нужно на него нажать Где черным Там нужно нажать Ближайшее сверху синий Когда выйдет текст То двигать вниз И будут нужны вам материалы Чтобы было понятно Я сейчас даже покажу Как это Смотрите Вот у нас здесь Наш сайт И вот возьмем для слова Божия нет уз Они проспрашивают Вот если нажать синий Вот это А оно так сразу и будет Вот это Первый арест Вот я нажимаю Вот он первый арест И дальше пошло уже Теперь я возвращаюсь назад Показываю Ну тебе надо на свободе Ну от первого ареста Там 49 На полстраницы где-то Райс Вот черная дыра 126 Это идет Идет Так Сергею Бурдину Гидеону 183 А ответ на обличительное письмо 186 Оно тут же и будет прилеплено Так что Вот здесь черная Ты предыдущая дави А этот Прямо рядом Вот письмо Оно рядом Вот про это я и говорю На синюю А на синюю нажимать Это Это не просто так Тебе понравилось Какое-то Что там Лапкин предпочел Храм недвижимости Ага Да вы что Ну да А вот победитель Получает все 240 Сороковая страница Я нажал Прочитай Победитель Получает все В начале марта В краевом суде Первой инстанции Должен начаться Беспримерный По сумме Ископроцесс 7,5 миллиардов Рублей В случае удачи Получит администрации Железнодорожного района Барнаула Игнатий Лапкин Христианский проповедник Известный на Алтае С своей непримиримой И жизненной позицией И неукротимой Религиозной Просветительской деятельности Неукротимой Ни тюрьмы Ничего не укротили Миллиарды Та сумма В которой нынче Оценивается Изъятый у Лапкина При аресте 9 января 1986 года Фонотека На магнитной пленке Были начитаны Библия Потом 12 томов Жития святых 12 томов Творений Иоанна Златоуста Антологии Религиозной поэзии За 300 лет Для оформления Подобрана музыка В записи Участвовали артисты Объем труда 2000 часов Так как Подшить К антисоветской агитации Богословские труды Было нелегко То подобрали 157 статью В административном кодексе Запрещение Тиражирования И конфисковали Пленки Именно поэтому Отдуваться за грехи Коммунистической власти Приходится сейчас Администрации КГБ осталось в стороне Она же все это делала Освобожденный В 1987 году Лапкин стал требовать От властей Возмещение ущерба Согласно конституции Я не ограблен был Они должны были вернуть А почему Женодорожная А у них там они Я в Женодорожном районе жил И туда коробки С пленками привезли Только им всего Он оценил фонотеку По государственным Остановленным На краевом радио Дросценко Запись Перезапись Состановление Программы И с тех пор Только делает Поправку на инфляцию В 1989 году Он был согласен Отказаться От денег Если взамен Коммунисты Выдадут ему бумагу С печатями Крайкома КПСС И текстом Мы признаем Что КПСС Человеконенавистническая Партия Обмана Пришедшая к власти Уничтожавшая Свой народ Коммунисты Почему-то отказались Коммунисты Почему-то отказались А в 1994 году Когда сумма Иска Составляла Немногим Более миллиарда Железнодорожная Аминистрация Предлагала 32 миллиона И Расходимся Полюбовно В кавычках Но Лапкин Любит Джека Лондона У которого Герой Одного Из рассказов Говорит Победитель Получает Все Мексиканец Там есть Когда он На ринге Был И все Что заработают Он на дело Революции Пускал То Что Лапкин Победитель Признали Уже даже И власти Возместившие Ущерб По уголовным Статьям Теперь вопрос В том Получит ли он Все 7,5 миллиардов Но когда дошло Уже Суд Вырешил Было 11 миллиардов 11 Куда направить Деньги Лапкин знает На возрождение Родного поселка Села Потеряевка Что недалеко От Ребрихи На трактор Комбайны Стройматериалы Сергей Кочевников Газета Сободный курс Номер 9 27 февраля 6 марта 1997 года И дальше Даже можно Попутно Просчитать Ну-ка Это все Посуду Лапкин предпочел Охрам недвижимости Известный в крае Проповедник Игнатий Лапки Не единожды Страдавший Из-за своего Мировоззрения На сей раз Не только Добился Справедливого Разрешения Собственных проблем Но и получил Признание властей Недавно Официально В качестве Возмещения Материального ущерба Лапкину Передано Здание Барнауле Однако Этот шаг Не просто Правовой акт В письме К Игнатию Тихоновичу Глава городского Самоуправления Владимир Баварин Пишет Кавычки открыты Ваша Просветительская Деятельность Безвозмездный Труд По воспитанию Молодежи Чувств патриотизма Любви к ближним Ваши беседы И проповеди Достойны Уважения Кавычки закрыты Однако Не сразу Все случилось История Признания Заслуг Достаточно Противоречива Непроста Предоставим Слово Самому Лапкину Надежда Не постыжает Кремлинам 5.5 Кавычки открыты Последний раз Я был арестован На пороге Перестройки 9 января 1986 Суд Состоялся На пороге Гласности В июле 1986 Судебное Заседание Продлилось Три недели Возможно Читатели Помнят Эту историю Обстоятельства Которые Были описаны В материале Златоуст Со второй Строительной 26 июля 1986 Года Алтайская правда 15 марта 1987 Года Вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР О помиловании Полиц заключенных Осужденных По статье 191 Нет Прим 190 Прим И 70 Угол Главный Кодекс СССР Меня судили В частности За сам издат Книги Александра Солженицына Архипелаг ГУЛАГ За интервью С репрессированными И раскулаченными Рассказы Которых Я записал На магнитофонную Ленту За стихи О Ленине Которого Я назвал Коварным На конец 27 декабря 1991 Автор Статьи В Алтайскую Правду Передо мной Извинился Через газету В статье Такого же Объема И с тем же Заголовком Только слово И реабилитировали Меня 4 января 92 года В связи С уголовным Оказанием Было взято Имущество Что-то 1 200 Стоимости Которого По решению Суда Возместили 9 февраля 96 года На эту сумму 2400 тысяч Рублей Были куплены Книги Новые заветы 2 миллиона 400 тысяч Книги Мы передали В СИЗО Барнаула То есть я все Отдал Куда Отдал Чтобы на пользу Людей Я ни копейки Не взял себе Однако Главная конфискация 86 года По административной Статье 157 Запрет на тиражирование Магнинофонных записей Была Оставлена Без внимания На изъятых Кассетах Содержался Материал О событиях И идеях Имевших место За 3600 лет До советской Власти Кассеты Имели В общем 1200 Часов Звучания Даты Тиражирования На них Были указаны Но вместе С ними Изъяли 15 магнитофонов Купленных Позже Записи А уже Вопреки Закон Совершенно Вопреки В постановлении Конфискации Говорилось Что магнитофон И кассеты Являлись Средством Криминальных Действий Бог как Руководители Прокуратуры Края На разные Запросы Дали более 30 ответов В которых Настаивали На том Что конфискация Произведена В соответствии С законом Возврату Компенсацию Имущество Не подлежит Первую щель В бетонной Стене Взаимного Непонимания Помог сделать Старейший Работник Краевого Управления Инвестиции Ульяна Валимир Ульянов Виктор Ульянов Потом Совет Народных Депутатов Железнодорожного Района Барнаула Отменил Постановление Конфискации Началась Серия судов Исследований Нас пытались Запутать Были случаи Исчезновения К документов Из сейфов Администрации Железнодорожного Района А мы молились Верили Ждали И сколько Добрых Помощников Дал Господь Бог Мне искренно Помогали Представители РФ на Алтае Николай Шуба Его помощники Председатель Краевого Управления Юстиции Проценко Генерал Лейтенант Председатель Краевого Суда Пашков Генерал Майор Прокурор Алтайского Края Пороскун Генерал Лейтенант Решение Краевого Суда Утверждались Верховным Судом РФ Но потом Отменялись Президиумом Верховного Суда РФ Последнее По времени Решение Алтайского Краевого Суда Выплатить Мне Возмещение Ущерба 55 Миллионов Рублей Постановление Конфискации Религиозных И Исторических Записей Самой крупной В мире Духовной Фонотеки Утверждались Администрациями Барнаула И Железнодорожного Района Они были Назначены Ответчиками Однако Денег у Администрации Не было Тем временем Общий Иск С учетом Инфляции Составил 11 Миллиардов Рублей 15 Октября Этого Года Я предложил Рассчитаться Со мной Недвижимостью Поскольку Наша Православная Крестовоздвиженская Община Не имеет Помещения Для Богослужений Предложение Было Принято Но Опять Затормозилось На стадии Исполнения На последнем Этапе Своевременную И неоценимую Помощь Оказали Мэр Барнула Баварин Владимир И его Советников Овчинников Председатель Комитета По управлению Имуществом Администрации Города Слуцкий Леонид Глава Администрации Железнодорожного Района Петров Юрий Прокурор Края Юрий Пороску 21 ноября Этого года Владимир Баварин Леонид Слуцкий Владимир Овчинников Выехали К дому Номер 6 На улице Ползунова Бывшее Здание Освода И здесь На месте Мэр Засвидетельствовал Передачи Мне этого Здания В частную Собственность Два дома Два дома 226 квадратных Метров 11 летняя Эпопея И 13 суток Земли В центре Центральном районе Даже лучшего Места Кажется Придумать нельзя Так 11 летняя Эпопея Кажется Подошла к концу Это все В газете Написано В тот вечер Фоторепортер Александр Волобой Сделал во дворе Дома Эти памятные Снимки Тихий Первый снег Умиротворение На душе Апостол Павел На зре христианства Учил христиан Царствующего Рима Всегда Надейтесь Не унывайтесь Молитесь Надежда Не постыжает Соломон 3000 лет назад Подтвердил Когда Господу Угодны пути человека Он и врагов Его примиряет С ним Притч 16.7 Мы искренне И горячо Молились И Бог Ответил нам Мы И спрашивали Так где это Вот так да Мы И спрашивали У Господа Иисуса Христа Благословения На страну И правителей Цель этого Повествования Показать Что никогда Не нужно унывать Злиться Поносить власти Но следует В терпении Молитве Ожидать Милости У всемогущего Бога Когда меня Перешагнувшего Через перевал Жизнного странствия Спрашивают Что самое удивительное Было В вашей жизни Я отвечаю То Сколько добрых Людей Везде Есть Везде У Бога Есть И они На моем пути Встретились Приняли участие В моей жизни Многие Мне сегодня Говорят Словами Жителей ГУЛАГа Не верь Не бойся Не проси Что тебе Эти демократы Они же Перекрасившиеся Коммунисты Они же Вас сажали И они же Теперь Листят Вас Вам И обманывают Отвечаю Вот Я преподаю 8 лет В университете Много лет Тружусь С тысячами Заключенных 24 года Являюсь Начальником Детского Православного Трудового Лагеря Стана Староста Православной Общины И потому Людей знаю Не понаслышке И скажу Я вижу Глаза Лица Вышеименованных Людей И твердо Свидетельствую В людях Этих Произошла Перемена К доброму Они искренне Помогали Мне Пусть Этот Добрый Пример Какой Добрый Пусть Этот Победный Пример Моей Биографии Даст Всеми Надежды Многим Кто Желает Более Узнать Левас Адрес 656016 Барнаул 16 Улица 2 Строительная 62 16 Лапкин Игнатий Тихонович Телефон 35 32 42 Телефон Доверие Ищущим Спасения Истинного Крещения Наш Комментарий Так Счастливо При полном Взаимопонимании Закончилась История В свое Время Окруженная Многими Сомнениями И Недоговоренностями Постановление Администрации Барнаула О передаче Здания Подписано И вручено Игнатию Лапкину Нам Остается Пожелать Православной Крестовозвиженской Общине Счастья В новом доме На снимке Владимир Баварин Игнатий Лапкин Момент Передачи Дома Фото Александра Волобуй Валтайская Правда 10 октября 97 года Свободный Курс 24 27 4 97 Года Так Буквально За день Кровой суд Решил Что государство Такие Было Неправо Но денег Оно должно Быть Больше Игнатию Тихоновичу Присудили 55 Миллионов Думаю Любой Бый Из нас С вами Читатель Удовлетворился Бы данной Сумой И читал Бы Себя Крупно Выигрыши Но Лапкин Намерен Получить Все Сполна Об этом И заявил Он В кратком Спиче Проповеди По окончании Судебного Заседания Так Что Все В порядке Сериал Сериал Продолжается Свободный Курс Номер 11 13 3 97 Года Дальше Лапкин Игнатий Лапкин Добился Восстановления Справедливости Заголовок Наш земляк Известный Христианский Проповедник Игнатий Лапкин В свое время Подал иск В суд По поводу Изъятия У него Уникальной Самой крупной В мире Духовной Фонотеки Общая Сумма Иска С учетом Инфляции Составила 11 Миллиардов Рублей Таких Средств Власти Не нашлось Игнатий Лапкин Предложил Рассчитаться С ним Недвижимостью Титанические Усилия Игнатия Лапкина В борьбе За справедливость Его Подвижническая Деятельность По восстановлению Потеряевки В детском Лагере Стане Достойны Подражания Мамонтовская 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 Районная газета Света октября Марта 97 года Вот так А то дальше Пояснение О том Что можно ли Обращаться Видите Как Вот мы Коснулись Чего И Как Ну и Немного Сейчас Тут я Озвучиваю Свои вопросы А мы там Закончили Считать События Там другое Там новая Тема Идет А теперь Вот Несколько Вопросов Возьмем Отсюда Давай Это Наш Библейский Сайт Православный Библейский Сайт И там 3420 Вопрос 4124 Вопроса Надо Доглянуть Даже Поточнее 4124 Нет Не 3 4 тысячи 4 тысячи Вот она 4124 Ответа Это в университетах По радио Я очень 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 Большой Круг был Заводы Фабрики Воинская Частья Все отделы Милиции Это все Мне принадлежало За мной Приезжали На машине Когда в милиции Машина приезжает И приезжает Даже полковник Вот Помню Особранно Выступить Прокуроры Помощники Прокуроров Края Полный зал А я в это время В тюрьме Там Тружусь И машину Туда Пригнали Я только Выхожу У меня В машину Дальше Покатили Помню Иду домой Уже До времени Уставший Но на душе Радостно Гляжу Около дома Стоят машины Только я подхожу К дому Сразу вышли военные Два полковника Там полковник Кажется Танковых войск И еще кто-то Я рассказываю Как есть Милостью Божией Мы к вам Мы вот тут Решили Воинские Там Управления Как назвать Часть Там Дивизия Что Зафрактовываем Самолет И чтобы У вас На самолете С одной части Другую По краю Там где Вот такое Дело было Помню Кинотеатр Какой-то Луч Был Где-то У меня Солдаты Чуть руки Не оторвали Уже сидят Все И меня Протащить Не могут Коридор Есть Проходы Где Около стенки Около сидений Абсолютно И они Вперед Дорогу Расчищают А меня Средом Зажимают Они меня За собой Тащат К трибуне Это вытащить А военные Уже сидели Уже Аудитория Какая Была Дальше Вопрос 2904 14 Том Открытый МОК Как Коротко И ясно Объяснить На работе Почему Мы не можем С ними Отмечать Новый год Вопрос Интересно Интересно Как Чтобы Людей Не огорчить И не Оттолкнуть И Ответ Можно Сказать Что Новолетие Для нас Нерелигиозный Праздник Что он Напопадает На время Рождественского Поста И что С неверующими Мы Не можем Достойно Отблагодарить За прошлый год Нашего Создателя Бога Иегова И сына его Иисуса Христа И все Животворяющего Духа Святого Слово Отмечать Встречается Только Три Раза И Всегда Только В страдательном Наклонении За грехи Вот Сколько Надо Ответить Священники Академии Кончают Я смотрю Они ни на один вопрос Правильно Не отвечают У меня тут был Священник Сидел И выбирал Вопросы Которые Были Я Озбучивал А в это Время Судников Отец Напанаил Иеромонах Сидел Песчатал От священника Я ни на один вопрос Ответил неправильно Я при нем Тут отвечаю Дальше Исайя 22 10 И отмечайте Домы В Иерусалиме И разрушайте Домы Чтобы укрепить Стену Иеремия 2 22 Посему Хотя бы Ты умылся Мылом И много Потребил На себя Щелоку Нечестие Твое Отмечено Предо мною Говорит Господь Бог Даже слово Мыло Оказывается Слово Отмечать Трижды Раза Слово Отмечать Вот оно Где Слово Отмечено Почему Я выделяю Его Ну Что Где Как Оно Рассматривается Где Вот Смотри Как Отмечено Дальше 3 Маковейская 2 21 Внесенных же В перепись Отмечать Выжигаем На теле Знак Диониса Лист Плюща После Чего Отпускать Назначено Им Состояние С ограниченными Правами Конец Отмечать Новый год Означает Ничто Иной Как Плыть Во тьме Мечтая В глупом Славоизвержении Пожеланий О самом Несбыточном И ненужном Утопая В пьянстве И блуде Поистине Новый год Должен быть Только В марте Когда Совершалась Иудейская Пасха Выход Из Египта Исход 12 2 Месяц Добудет У вас Начало Месяцев Первым Добудет Он У вас Между Месяцами Года Все Правильно Месяц Известно Какой Месяц Ниссан Ави Стихотворение Да Изгнал Господь Адама Вместе С Евой Земля Открылась Вдруг До горизонта Куда Идти Что С утра Нам Делать Все Незнакомое Стоят Как Бы С просонок Деревья Ну Уже Совсем Не Те Знакомые Райские Что Были Просохли Слезы Им Теперь Потеть Стареть И Становиться Прежнее Пылью Налево Направо Повернуть Одна Сплошная Неизвестность Всюду Ни Стежек Ни Тропы Звериный Путь Не Встретятся Ни Ангел И Ни Люди Пойти К реке Но Где Она Река Подобная Сказочному Робинзону Круза Кто Больше Знает Будет Упрекать Зависит